Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Итоги дня в сегодняшнем выпуске Вестей. Глава Карачаева, Черкесии Рашид Тимрезов сегодня принял участие в международной конференции группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». Тема мероприятия «Россия. Исламский мир. Справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие». На заседании группы обсудили новые возможности взаимодействия Российской Федерации с мусульманскими странами в условиях стремительно меняющейся политической ситуации в мире, а также ряд актуальных вопросов по реализации задач, обозначенных президентом России Владимиром Путином по формированию справедливого многополярного мироустройства и безопасного развития страны. Какая она образцовая семья? На этот вопрос Карачаева-Черкесии точно ответят по крайней мере 17 семей. В республике подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». 17 семей, признанных лучшими в своих номинациях, получили дипломы победителей и памятные подарки. Мадина Каракетова разделила с ними радость победы. Атмосфера действительно по-семейному теплая чувствуется в зале торжеств Республиканского ЗАГСа, куда пригласили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Обращаясь к ним, заместитель председателя правительства Дженевик Суюнов отметил, что этот праздник уникален тем, что проходит в год семьи, объявленный Владимиром Путином в России. Семья – это основа государства. Это ячейка общества, которая является основой государства. И от того, насколько идет на высоком уровне воспитание в семье, его духовная, нравственная составляющая, его семейные ценности, от того зависит, насколько здоровое общество, в котором мы живем. Дженевик Суинов также рассказал о мерах поддержки семей в России, как государственных, так и региональных. С добрыми словами и красивыми пожеланиями обратилась к гостям и министр труда и социального развития Карачаева-Черкесии Динара Камурзаева. Хочется сказать спасибо большое каждому из вас за то, что вы такие, за то, что вы семья, за то, что вы сегодня здесь, на нашем мероприятии, представляете самое главное, что есть в нашей республике. В Карачаево-Черкесии много многодетных семей, и 17 из них были признаны образцовыми, лучшими в пяти номинациях. Семья Натальи и Сергея Барановых из Черкеска – одна из лучших в номинации «Золотая семья республики». За крепкий образцовый многолетний брак 35 лет вместе. Барановы делятся секретом счастливого семейного долголетия. Любить друг друга, уважать, решать как-то все проблемы вместе. Многодетная семья Баташевых и Зеленчугского района названа в числе лучших сельских семей, вносящих большой вклад в развитие проживаемой территории. Мы занимаемся разведением чистокровной английской породы лошадей в Зеленчугском районе. У нас начинающее хозяйство, но довольно-таки мы быстренько развиваемся. Семья Шевзуховых и Изоова Хабес по всем характеристикам признана одной из лучших в номинации «Многодетная семья», воспитывающая пятерых и более детей. Я думаю, что как родители мы состоялись, мы смогли воспитать достойных детей, у каждого ребенка высшее образование. Несколько семей стали обладателями не менее почетного титула «семья-хранитель традиции». Были выделены и образцовые молодые семьи, в которых супруги не достигли еще 35-летнего возраста и воспитывают детишек, в том числе и приемных. Особый почет воздали семьям участников СВО, среди них и семья Семеновых. Свой долг родине в этой семье отдали и отец семейства Казбек, и его сын, который в эти дни находится в зоне проведения специальной военной операции. Особая гордость, конечно. За сына горжусь, за свою семью, которая нас ждала сейчас вместе. Благодарю государству, которое не забывает своих людей, которые за него готовы свою жизнь отдать. В этом году Карачаева-Черкесия в девятый раз принимает участие во всероссийском конкурсе «Семья года». Мадина Каракетова, Олег Малхожев, Вести Карачаева-Черкесия. Не за горами летние каникулы и возникает вопрос, чем занять ребенка. И в этом помогут загородные лагеря. Сколько детей отдохнут в этом году и какое количество лагерей откроется в Карачаево-Черкесии, расскажем в следующем сюжете. На территории нашей республики летом 2024 года планируем открыть 109 лагерей. Из них, значит, 9 у нас загородные лагеря и 101 пришкольный лагерь. В этом году мы хотим увеличить охват. А мы хотим увеличить охват как и в пришкольных лагерях, порядка 400 детишек. По сравнению с прошлым годом, количество лагерей пришкольных увеличиваем на 5. Следовательно, и количество детишек увеличиваем. В загородных лагерях у нас в этом году увеличение где-то будет составлять порядка 600 детей. Таким образом, общий охват детей летней и зрительной кампании на территории нашей республики за счет средств регионального бюджета, то есть абсолютно бесплатно для родителей и детей, где-то порядка около 13 тысяч детишек. Многие уже готовятся к каникулам и летним путешествиям. По информации РЖД, семьям с детьми, а также школьникам и студентам доступны льготные поездки по стране. В поезде дальнего следования пассажир может провозить бесплатное ребенка в возрасте до 5 лет. Также действует детский тариф до 10 лет. А для школьников постарше действует скидка и в учебный период. Сейчас прогноз погоды, а после мы расскажем о вечере памяти поэта Керима Мхце и мастерстве джигитовки. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, в горах с мокрым снегом, ливень в сочетании с грозой и сильным ветром до 23 метров в секунду. Ночью и утром туман, ветер северный 5-10 метров в секунду, температура ночью 2,7, в горах до 5 градусов мороза, днем 11-16 выше нуля и местами до плюс 8. В Черкесии кратковременный дождь, днем гроза, ночью и утром туман, ветер северный 5-10 метров в секунду, температура ночью 5-7, днем 14-16 градусов тепла. Филармония города Черкеска стала местом встречи людей разных профессий, но в большей части знатоков абазинской литературы. А именно почитателей творчества одного из выдающихся поэтов Карачаева-Черкесии, члена Союза писателей Советского Союза, кавалера Ордена Республики Абхазия, честь и слава Керима Мхце. 5 мая ему исполнилось бы 75 лет. К этой дате организовали Вечер памяти. Альбина Ламкова продолжит тему. Всегда он находил время для нас. Выходные, какие-то обеденные перерывы, он играл с нами, он всегда спрашивал наше мнение. Все лучшие качества, которые есть в людях, я находила всегда в нем. Это я сейчас понимаю, чем дальше, тем больше. И вот та же манера воспитания детей. Давайте жить, покуда живы, ценить друг друга и любить. Те, кто был знаком лично с поэтом, понимают, что именно эти слова характеризуют его как человека. По такому принципу он и жил. Осталось в наследство доброе имя и добрая память. Керим Мхце неповторим в абадинской поэзии. Этот факт неоспорим. Он, несомненно, покорил своим творчеством многие сердца. Но для родственника он еще и дорог, как родной человек. Он любил проводить время с детьми, ходил в походы, в гости. Поэтому воспоминания дочери об отце самые теплые и нежные. С ним всегда было интересно. На любом мероприятии отец был в центре внимания, говорит Олеся. Эрудированный человек в любой области практически, начиная от каких-то вопросов бытовых, что-то починить своими руками, очень красиво рисовал. Даже вот есть информация, что он долго думал быть художником ему или поэтом, потому что одинаково хорошо у него получалось и это. И всю его детскую биографию я тоже хорошо знала, потому что он любил об этом вспоминать. О том, что было у него в интернате, который он очень ценил и с теплотой вспоминал всех друзей, всех педагогов. И Кири Махце был ценен для друзей. В родном Новокувинске провел только первые 12 лет своей жизни. Затем его определили в областную национальную школу-интернат Черкесска. Уже тогда использовал свободное время для творчества, вспоминает его одноклассник. Писал стихи в классе. Он писал, когда в классе не было нас, порядочный, очень хороший мальчик. Я с этим мальчиком потом поближе познакомился. Мы даже оказались в одном оркестре. Он играл в оркестре на кларнете. Инструмент был сложный. Творчество Кири Махце сравнивают с известными классиками русской литературы. Из-под его пера вышло множество стихов, и все с глубоким смыслом. Культура всех народов нашей республики опирается прежде всего на ее носителей. На тех, кто создавал культурное наследие. На тех, кто создавал то, что через поколение передавалось и будет передаваться нашим потомкам. И я уверен, что Кири Махце – один из представителей талантливейшей плеяды поэтов, философов нашей республики. Для базинского народа это, наверное, поэт номер один. Кири Махце прожил недолгую жизнь, но с ярким наследием. Он ушел 23 года назад. За это время с-под пера поэта вышло бы еще больше творений, чтобы возвысить культуру абазинского народа, достойный войти в сокровищницу мировой литературы, говорили со сцены поэты, писатели и ученые. Организовали «Вечер памяти поэта» – объединение Лошара и Карачаево-Черкесский госуниверситет. В его рамках состоялась научно-практическая конференция, посвященная жизни и творчеству Кири Махце, финал республиканского конкурса чтецов и творческие выступления по произведениям поэта. Их объединили в пьесу, в полной мере раскрыв его как человека, где автор во главу угла как в литературе, так и в жизни ставил любовь. Альбина Ламкова, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. Древний вид этноспорта, где всадники демонстрируют свое умение владеть конем и мастерством джигитовки, было представлено на черкесских игрищах, которые прошли в ауле Эрсакон. Конно-спортивными соревнованиями завершился второй день короткого перехода всадников Шухазы-Карачаево-Черкесии. Оценила их Фатима Даурова. Второй день встретил участников перехода накрапывающим дождиком, серым небом и прохладной температурой. Но, тем не менее, к месту проведения состязаний подтягиваются местные жители, чтобы воочию увидеть красоту черкесских игр и понаблюдать за грацией и статью кабардинских скакунов, и, конечно же, оценить мастерство их наездников. Лучшие всадники Шухаза-Карачаева-Черкесии, а также специальные гости из Адыгеи и Кабардино-Балкарии соревновались в верховой езде и демонстрировали традиционные виды старинных конных состязаний. Первая дисциплина, в которой они сошлись, – это командная эстафета – баракзеха, где всадники соревновались в ловкости и быстроте передачи флага. И здесь наездники из Аула Псовчедаха оказались лучшими. Каждому всаднику за честь показать своё умение владеть собой и своим конём. И проливной дождь тому не помеха. Не мешал он и зрителям, которым предоставилась возможность полюбоваться скачками, с передачей эстафеты, индивидуальными и командными турнирами. Пятилетний Эмир Тлипсируков – самый младший участник конно-спортивных состязаний. Он со своим конём преодолел долгий путь из Хумары в Ирсакон и остался впечатлён переходом. Моего коня зовут Черкес. Ему пятый год пошёл. Он уже со мной общается давно, с одного года, и он меня уже понимает. В ожидании просвета в пелене дождя на кострах медленно томятся чаны с горячим бульоном из баранины. Гостеприимные жители Ирсакона почивали гостей вкусными блюдами. Всадники согреваются теплом энергетически насыщенного напитка, пополняя свои силы к следующим состязаниям. Некоторые из них неспешно прогуливаются по окрестностям, делясь впечатлениями от происходящего. А их скакуны тем временем тихонько пощипывают молодую травку. Черкесская лошадь – это не только лошадь и животное. Она намного больше играет, большую роль играет в нашем народе. То есть вместе с ней и обычаи, вместе с ней и традиции. Это культура, целая культура наездничества, так двумя словами это не описать. Плюс здоровый образ жизни, отвлечение молодежи от всего дурного и привлечение к благому, к хорошему, к созидательному. Настало время для самых маленьких гостей и участников состязаний. Их дисциплина – перетягивание каната. И вот здесь желание к победе играет главную роль. Команда из Карачаева-Черкесии противостояла юным спортсменам из Кабардино-Балкарии. Накал страстей был высоким, но в итоге победила дружба. Мы приезжаем сюда, и когда к нам приезжают в гости, мы детям показываем, как нужно обращаться к гостям. Мы хотим им показать такой пример, по следам которых мы шли, по следам наших отцов. Потихоньку яркий праздник подошёл к концу. День так и не распогодился, а всадникам предстояла долгая дорога домой. Немного уставшие, но довольные и полные позитивных эмоций от насыщенного дня, они седлают своих верных коней и отправляются в путь. Они прощаются с жителями Рсакона до следующего раза и обещают, что он наступит скоро. Фатима Даурова, Мухаммед Дашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. В эту субботу во Дворце спорта «Юбилейный» пройдёт открытый турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта СССР, абсолютного чемпиона мира по вольной борьбе Ахмеда Атавова. Начало соревнований в 10 часов. И это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Свет в окне». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»